МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшнее мероприятие у нас посвящено юбилейной дате 85 лет за дне образования гражданской обороны. В канун юбилея гражданской обороны, который в нашей стране отметят 4 октября, в гости к бойцам пожарной части номер 52 пришли учащиеся 6-х классов из средней школы номер 2 и школы гимназии. Надо сказать, что к столь необычным посетителям наши пожарные уже успели привыкнуть, поскольку днем ранее у них побывали в гостях пятиклассники из первой средней. Из уст начальника пожарной части номер 52 Андрея Ковязина они узнали первыми и о грядущем юбилее гражданской обороны и о специфике работы наших огнеборцев. 4 октября у нас исполняется 85 лет за дне образования гражданской обороны, юбилейная дата. Ну и нами, как и всегда, спланированы мероприятия по показу технического вооружения, техники детям, проведения маленькой экскурсии, ну и ознакомления об истории создания, развития Дня гражданской обороны. Чем интересуются дети в первую очередь, вот своим детским взглядом? Ну, как всегда, наверное, о понятии, что такое гражданская оборона, для чего она нужна, знакомиться с техникой, им очень интересно посмотреть, на чем работает пожарная охрана, чем она обеспечена, вот. Им это очень интересно, они с любопытством смотрят на это. Итак, что же такое гражданская оборона? Как рассказали нам в пожарной части номер 52, где к юбилею гражданской обороны был подготовлен специальный стенд, гражданская оборона – это комплекс мероприятий по подготовке и защите населения от опасностей в условиях военных действий на территории городов и сел нашей страны, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций вследствие природных и техногенных катастроф. Днем возникновения гражданской обороны считается 4 октября 1932 года, когда постановлением правительства СССР было утверждено положение о местной противовоздушной обороне. В небольших городках вроде нашего основные функции по гражданской обороне населения выполняют бойцы местного пожарного гарнизона. Влад, ну ты уже успел здесь походить, посмотреть что-то, да, поразведать, везде побывать. Что думаешь вообще о работе пожарных? Ну, мне кажется, работать пожарным нелегко. И опасно, наверное, все-таки. Да, надо успевать на вызовы. Ну, скажи, вот ты, например, когда станешь взрослым, хотел бы пойти в пожарные? Или все-таки нет? Честно отвечать? Нет. Почему? Ну, потому что у меня есть уже планы на дальнейшую жизнь. Вы уже кое-что посмотрели, кое-что послушали. Что скажете вообще, как вам нравится работа пожарных? Ну, мне нравится пожарных тем, что они могут спасать людей, они могут забираться, они могут котов даже спасать, животных, они могут делать все. Я даже мечтаю иногда стать пожарным, чтобы выручать людей. Ну, говорят, девочек не берут. Ну, меня, надеюсь, возьмут. Надо верить. Настя, а ты что думаешь? Вот эта профессия, ну, она мало используется в нашем городе, но на самом деле она очень важна. Очень полезная. Да. К чести наших пожарных надо сказать, что школьникам-экскурсантам они предоставили практически неограниченную свободу. Любопытные шкалеры в духе модных тенденций сегодняшнего времени ни на секунду не выпускали из рук свои электронные гаджеты, стараясь сфотографировать все, что привлекло их безграничное подростковое внимание. Кроме этого, любой желающий мог примерить на себя полную экипировку бойца пожарной бригады и даже подышать из кислородной маски. Я успел посмотреть машины, оборудование, да. Я сложила мнение об пожарной машине, то, что, ну, работе вообще пожарных, то, что это очень тяжело. С этим может не каждый справиться, надо подготовка. Это очень такая ответственная работа. Пожарные очень важны, они не только тушат пожары, они могут оказать помощь, ну, они могут... Ну, как общественники они работают? Да, общественники. Даня, добави что-нибудь? Ну, это опасная работа, она требует многих усилий. Главный девиз при проведении ежегодного дня гражданской обороны – предупредить, помочь, научить. Отрадно, что в стороне от этой важной традиции не остался и наш с вами город. Хочу поздравить весь личный состав Ярского пожарно-спасательного гарнизона с юбилейной датой. Пожелаю всем успехов, счастья, здоровья, конечно, нам, как пожарной охране, сухих рукавов и поменьше пожаров.